Большой современный детский сад, который уже в апреле примет 240 малышей, заметное приобретение для города. Двухэтажное здание построили и оборудовали меньше, чем за год. Глава Новороссийска Владимир Синеговский рассказывает губернатору, с открытием этого детского сада удастся полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения в старейшем районе города, в Восточном, где, кстати, еще сохранились постройки 1905 года. Какая очередь она? Как формируется? Очередь электронная. У нас давно была в городе электронная, уже несколько лет. В этом микрорайоне, где-то на этот садик. Каким образом мамочка может своего ребеночка отнести? Через по электронной очереди? По электронной, только по электронной, электронной рассеивали. Никак по-другому не скажу. Все желающие могут свободно попасть без всякого глата, без всяких там... Сейчас это невозможно в силу электронной очереди на весь город. Светлые, просторные игровые комнаты, спортивные, музыкальные залы. Здесь же планируют и организовать досуг для самых маленьких жителей Восточного. От изучения английского языка до занятий гончарным делом. Строительство этого детского сада обошлось в 180 миллионов рублей. Это всего лишь малая часть большой социальной программы города-героя. О том, что половина бюджета составляет социальные расходы, Владимир Сенеговский докладывает на открытом заседании Городской думы. Бюджет Новороссийска 6 миллиардов рублей. Из них собственные доходы почти 4 миллиарда. Причем не только за счет развитого промышленного производства и транспортной составляющей главного порта на юге страны. В этом году ощутимый доход принесла еще одна статья бюджета. В последнее время Новороссийска становится все более привлекательным местом отдыха для наших соотечественников. В 2013 году более 1 миллиона человек посетило наш город. В отрасли занято 1200 человек. Объем инвестиций составил 186 миллионов. Обустроены места отдыха для людей с ограниченной возможностью. С июня по ноябрь 2013 года Новороссийск посетило 8 круизных лайнеров. Владимир Сенеговский подробно в цифрах рассказывает о темпоритме, в котором сегодня живет Новороссийск. Судя по ним, город активно развивается. Средняя зарплата в Новороссийске сегодня 36 тысяч рублей. Несмотря на небольшой спад в производстве, в 2013-м свои обязательства перед бюджетниками город выполнил. В общей сложности повысил зарплату на 15%. Показатели уровня безработицы в Новороссийске прокомментировал губернатор. Как оценивается любое благополучие любого общества в Европе, в Америке и так далее? За что бьют любого мэра? За что его избирают или не избирают? Это уровень безработицы. Если сегодня в Италии 25% уровень безработицы, в Испании 30%, думайте, с каждым третий он не имеет работы. Занятость населения, возможность получить работу, возможность получать зарплату. И, конечно, у нас 0,8 по краю, здесь 0,4, насколько я услышал. Но, безусловно, это, наверное, главное преимущество завоевания за последние годы в нашем крае. Ну и, конечно, уровень жизни и продолжительность жизни. Детская смертность в том числе. И если мы возьмем эти показатели, то впервые за последние 20-30-40 лет рождаемость у нас в крае превысила смертность. На мой взгляд, это тоже ключевая позиция. А сегодня рождаемость в Новороссийске, если брать конкретно ваш город, увеличилась на 9%. Мы говорим, почему это происходит. Потому что люди, молодые люди, очень важно, они смотрят уверенно в будущее. И, понятно, уровень медицины тоже играет определенную роль. Кстати, в медицине Новороссийска происходит настоящая революция. Успешно работает сосудистый центр, перинатальный. Высокотехнологичные операции делают в урологическом центре. За последние два года в город привлекли 58 квалифицированных врачей со всей страны. Но говорили и о проблемах. Не только о том, что каждый год непогода испытывает на прочность городские власти. И с ледяными дождями, со шквалистым ветром, новороссийцы научились справляться. В списке проблем, требующих срочных мер, Синяговский обозначает изношенность энергетического хозяйства города. В решении проблемы водоснабжения Новороссийска край уже помог. Прошлым летом, когда пересохло Неберджаевское водохранилище, один из источников воды в городе, Александр Ткачев приезжал в Новороссийск. Тогда приняли решение выделить миллиард рублей из бюджета региона. Хочу сказать следующее. Мы этот миллиард действительно выделяем, хочу подтвердить. И в этом году, во что бы то ни стало, должны сделать так, чтобы порядка 170-200 тысяч человек в городе получали воду круглосуточно. И естественно, уже в 2015 году начать работу уже более точечно, уже вдаленные поселки, которые имеют место в городе. И это тоже потребует определенной части средств, денег и так далее. Мы должны решить проблему, вопрос устойчивой подачи воды в Новороссийске. И, конечно, любой ценой, я бы так сказал. Но здесь я хочу обратиться к жителям города и сказать, что, конечно, потребуется терпение, коллеги. В качестве задач на 2014 Владимир Сенеговский говорит о покупке 15 троллейбусов и 10 автобусов для города. 168 семей в Новороссийске планируют переселить из ветхого жилья. Ремонт школ, больниц, привлечение инвестиций и повышение заработной платы новороссийцев. 2013 год для нашего города был очередным годом развития и годом совершенствования. И мне очень нравится, что в основном это касалось социальных каких-то направлений. Важным является, насколько умеет глава города интегрировать свои проекты в проекты края. И я вам скажу, что 45% средств, которые тратятся на территории Новороссийска, это краевые деньги. В городе просветает стройка, благоустройство. И это очень радует наших граждан. И сегодня самая глобальная проблема города Герой – это вода. Она тоже сегодня имеет место решение этих проблем. Это было отрадно слышать от губернатора. У нас очень неутомимая глава. Поэтому каждый год, каждый день, каждую неделю у нас появляется новый, обязательно украшенный уголок. И создает красоту нашего города. Наш город неповторим. Еще один крупный проект, который продолжит реализовывать в Новороссийске в этом году – реконструкция набережной. Самой протяженной на Черноморском побережье. Большую прогулочную зону оденут в гранит. Вот это заканчивается существующая набережная. Вот это начинается совершенно новая. Последняя, четвертая ее очередь. Вот это вот то, чего не было никогда в городе. За последние 8 лет Новороссийске благоустроили 4 из 5 километров береговой линии. Прошлой весной на набережной установили памятник, напоминающий о трагических событиях 1920-х годов, об исходе войск Белой армии. Здесь же недалеко возводят храм в честь благоверных Петра и Феврония. Первый камень в основании этой церкви заложили год назад. Яна Москаленко, Евгений Вольский, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал Новороссийск.